Книга Иисуса Навина, глава двадцать четвертая И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем, и призвал старейшин Израиля и начальников Его, и судей Его, и надзирателей Его, и предстали пред Господа Бога. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Хананской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исааку дал Иакова и Исава, Исаву дал я гору Сеир наследие, Иаков же и сыны его перешли в Египет. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди него, и потом вывел вас. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне погнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к Черному морю. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря. Но они возопили Господу, и он положил тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте? Потом много времени пробыли вы в пустыне, и привел я вас к земле амореев, живших за Ярданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследство землю их, и я истребил их пред вами. Восстал Валак, сын Сеффоров, царь Муавицкий, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амореи, и Ферезеи, и Хананеи, и Хиттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Евусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Аморейских, не мечом твоим и не луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них. Из виноградных и масличных садов, которые вы не саждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу? И отвечал народ и сказал, — Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из ром дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения, и хранил нас на пути. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и Амореев, живших всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, — Невозможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу, — Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, — Вы свидетели о всем, что вы избрали себе Господа, служить Ему? Они отвечали, — Свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, — Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал Ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его под тем дубом, который подли святилища Господне. И сказал Иисус всему народу, — Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами, он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего умер Иисус сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнав-Сарайи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет, и которые досталось в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Продолжение следует...